Значит, что вы просто представляли? По какой системе идет обучение? Значит, сама система обучения, те, кто в институте был, я читал на лекции, идет по системе Ката, Вадза, Джитсу, или Дзюсу и ДО. Значит, это вот стандартная схема. Что такое Ката? Ката это прием. Вот то, что мы отрабатываем с вами, это прием. Джитсу это техника. То есть, когда мы с вами отрабатываем Ката, это еще не техника. Это только приемчики. То есть, мы как бы изучаем первичный элемент. Потом у нас идет, соответственно, Вадза, это техника. А потом идет искусство, или Джитсу, или Дзюсу, набор техник. Да? Еще есть название такое. Хэй-хо. Что такое хэй-хо? Кто знает? Стратегия. Стратегия. И так, конечно. Хэй-хо. Стратегия. То есть, как применить приемы, которые превратились в технику, как применить в конкретной ситуации. Не по воздуху, а при наличии расставленных где-то партнеров, или противников. Вот Бункай, это как бы часть стратегии. А До, это философский путь. Вот чтобы вы сразу поняли, чем отличается спорт от искусства. В спорте что делают? А вот эту часть просто выбрасывают. И получается, Ката, Вадза, До. Можете объяснить, почему? Как вы, элементарно, Вадзе. В Джитсу есть границы? Нет. А в спорте? Есть. У нас вы видели чемпиона олимпийских игр в 65 или в 70 лет? Нет. Правильно? В некоторых видах спорта 25, он гимнастки заканчивает. Да? 20 с чем-то лет, она уже, извините. 14 лет. Заканчивает, да. Нет, я говорю, заканчивает уже в 20 лет, уже все. Она уже считается пенсионеркой, да? Вся переломанная. Все. А в 30, там 40, давайте обойдем ее вместе. Понимаете? А в 14 она была вот такая, пряталась за швабру, летала над... как птичка надо всем, да? А через 15 лет у нее набор, как будто у инвалида Великой Отечественной войны, Прошедший все фронта и получивший там 100 ранений и контур. Поэтому вот когда говорят там дзю-до, карате-до, да? Там и ай-до. То есть джитсу выбрасывается. Почему? Потому что убирается тот элемент, который бесконечен. Это вот такой маленький фокс. Раньше этого не было. Эти все вещи появились после революции Мэйдзи, а в Китае после восстания боксеров. То есть в Японии это появилось в 1870-х годах, а в Китае после 1903-1905 года. То есть последнее восстание в Японии было как раз перед революцией Мэйдзи в 1868-м год. А в Китае восстание боксеров это 1899-1903. Ну, в некоторых провинциях там еще до 1905-го года отряды скрывались. Вот. Ну, это антиколониальная была война против англичан. Вот. Но это были последние всплески после этого, в 1872-м году. А, прошу прощения, в 1872-м году. Зигур Акану, тогда он был 22 года, он был инспектором, не инструктором, а инспектором по боевой и специальной подготовке Главного управления полицией Министерства внутренних дел Японии. И тогда ему предложили создать систему, первое, создать систему градации, похожую на военно-полицейскую. Появилось 12Q, 12 данных. Ну, в основном выжили 10 и 10, да? Опять же, все было 24. 12Q, 12 данных. И была предложена система спортивно-воспитательная. Подчеркиваю, спортивно-воспитательная. Так же, как Фунакоши, когда в 1924-м году первый раз представлял, слово карате появилось в 1924-м году, а признано было в 1927-м. Он же не боевой системы, он создал воспитательную систему на основе традиционных техник. Значит, соответственно, когда речь идет о воспитании, физкультура, да, спорт, вот эта часть, она должна быть убрана, потому что это для избранных. Ну, не всякий чек может себе позволить заниматься всю жизнь, правильно? А чтобы получить результат, ее точно надо убирать. Чемпионат каждый год, чемпионаты там более мелкие, несколько раз в год, Олимпийские игры там раз в 4 года, там чемпионаты провинции, префектур, министерств, они идут там 5-6 раз в год. Человеку надо, а здесь как бы я вам подготовлю мастера когда? Через 60 лет. Да? А тебе тогда будет 90, а ему 60. Во будет мастер. Вот. Не, мне нужно завтра. Значит, соответственно, джитсу убирается. То есть, вы должны четко понимать, это не хорошо и не плохо, это данность.